Трамп, безумный клоун, но и Путин получил по морде. И на СМИ, Россия. 16 апреля 2018 года. Россия, просто большая страна, а вот США, сверхдержава, восхищаются одни. Трамп, бездарный клоун, которого пора поставить на место, заявляют другие. Далеко не все в Европе поддержали удар США с союзниками по Сирии. Никто не хочет Третью мировую войну. Однако некоторым удается и пошутить. ЧМ без Италии, Третья мировая без Германии. Стыд и позор. Германия 7 уроков военных ударов по Сирии у Илнича. Однобокий и отчасти неверный взгляд на события. Краткое содержание статьи должно было бы выглядеть так. США, Великобритания и Франция напались за, цитата, предполагаемого применения химического оружия сирийской армии. Они напали на государства, которые успешно воюют с террористами. ИГИЛ, Талибан, запрещены в России. Примечания редакторов, использовали при этом превосходящую по эффективности технику, чтобы поддержать террористов. Русские пытаются препятствовать дальнейшей эскалации войны. Все участники холодной войны их подпевал и считают, что это прекрасно. ЧАРСТЕНКА Урок военного удара по Сирии состоит в том, что этот удар не будет играть никакой роли. Может быть, Сирия уже на протяжении нескольких лет не в состоянии производить собственное химическое оружие, но осад мог распорядиться незаметно привезти его прямо из России. РАИНЕРС Очередной урок для меня заключается в том, что только трезвый ум справится с делом Скрипаля и атакой в Думе, по которым до сих нет доказательств. Это, бесспорно, Владимир Путин, которого я подозреваю в наличии высокого интеллекта, а не Дональд Трамп и Тереза Мэй вместе взятые. Андреас М. Путин, конечно, умен, но здоровый ли у него ум? Это скорее вопрос дефиниции. Эва А. Тяжело читать эту статью, даже если речь идет о мнении отдельного человека. Но на номер 2 и 3 я не могу не возразить. Номер 2. Радуйтесь тому, что Россия так трезво реагирует. Спасибо Путину, что он не поддается провокациям, противоречащим международному праву действиям Запада, и не опускается до их уровня. Он предотвращает с помощью разумной политики очередную мировую войну. О номере 3. Россия перехватила 70 из 101 ракеты. Это все, что надо знать о военных возможностях России. Мичель Т. Урок таков. Ирак и Афганистан ничему не научили западный мир, и он снова бьет, не имея каких-либо доказательств. Это ужасно. Символ беспомощности Карл-Арду Дерина Кут. Лучше Ассад, чем ИГИЛ. Запрещена в России, примечание редакторов. Лучше Ассад, чем второй Ирак. Лучше Ассад, чем второй Афганистан. Лучше крыша над головой при диктатуре, чем руины при демократии. Можно только сделать выбор в пользу меньшего зла, чтобы, наконец, наступил покой. Андреас порзефал США никогда не смиряться с тем, что попытка сменить режим потерпела крах. Поэтому мошенничество будет продолжаться. Я прогнозирую ракетный удар по Израилю с применением ядовитого газа со стороны России. Гнев, оружие и чудо Тундер Сторм-305. Смешная дискуссия. То, что Россия каждый день бомбит объекты в Сирии, а также приказывает бомбить мирных граждан, не играет никакой роли. По этому поводу никто не возмущается. Затем три страны Запада бьют по заданным целям, и начинается большая дискуссия. Звучат требования, чтобы дипломатия, наконец, взялась за проблему, но забывают при этом, что сирийские правители России в этом не заинтересованы. Мутная дипломатическая игра и гротескные объяснения российской стороны примечательны. Но убеждают они только сторонников теории заговоров и закоренелых ненавистников США. Но при этом они вот-вот выиграют войну. Конфликт решится за счет победы осады над его врагами. Сколько это продлится, большой вопрос. В любом случае милая болтовня не помащит найти дипломатическое решение. Впрочем, воздушные удары состоялись только потому, что Сирия в очередной раз применила химическое оружие. После 27 доказанных случаев это был правильный ответ. Только он бесполезен, поскольку на осаду он наверняка не подействует. Австрия-Сирия, после атак с Запад делает ставку на дипломатию на Дердингсибен. Если атака с применением химического оружия на самом деле имела место и есть доказательства, тогда осаду надо предъявить обвинение в Гаге и призвать его к полной ответственности. В таком случае были бы уместны, собственно, уголовное преследование и приказ расстрелять. Это мое личное мнение. Но если это не так, то Запад должен смириться с тем, что он проиграл войну в Сирии. А Россия и осад оказались в победителях. Мир ждет доказательств. Ясеф, а теперь Запад делает ставку на дипломатию. Дипломатия Запада всегда заключалась в том, что осад должен уйти. Сообщество ценностей поддерживало террористов. Вся дипломатия состояла в том, что с осадом мы вообще не разговариваем. Запад проявил готовность к диалогу только в 2015 году, когда Россия поддержала сирийские власти, а исламисты перешли в оборону. В Сирии ничего не улажено риски Трамп, Макрон и Мэй на следующей неделе предстанут перед судом в Гаге. Я полагаю, Буш, Блэр и Клинтон избежали наказания. Но я думаю, что наши прочные и непогрешимые демократии выступят со всей жесткостью против этого нарушения международного права и вновь покажут миру, что мы – хорошие. Нбергман никто и не утверждал, что все улажено. Осад и Россия могут продолжать, но без ядовитого газа. Арнаут карты на стол. То, что в Сирии наблюдается очень сложная смесь интересов, должно быть понятно любому малымальски информированному любителю и журналисту. Мы точно знаем, чего хотят русские, иранцы и осад. Но мы не знаем, чего вообще хочет НАТО и прежде всего США. Мир вряд ли наступит, экспорт демократии – тоже, поддержка повстанцев или джихадистов. Итак, расскажите об интересах НАТО и ее партнеров. Именно о них. Спасибо. Дир Коппер Профиван Легал Это вам придется долго искать в европейских или американских мейнстримовых медиа. Не услышишь и не прочитаешь о Министерстве нападений Пентагонии или Альянсе по нападениям НАТО. Зато с большим удовольствием мы говорим о сумасшедшем Киме, или Путине, или о том, что мир без осада лучше. Швеция и США готовы нанести еще один удар ячевбасный, а Запад – в отчаянии. Он знает, что осад выиграл войну, но не может допустить, чтобы в стране наступили мир и стабильность, поэтому атаки США и их союзников должны продолжаться. Лидеры либералов и консерваторов выступают рука об руку, когда речь заходит о том, чтобы бомбить суверенные государства, их граждан и институты по исследованию рака. И кто же здесь настоящие злодеи? Пока Трамп угрожает войной, Путин требует дипломатических решений. Но шведские СМИ, мастера выворачивают все в пользу Запада, то есть Трампа, а Путина выставляют монстром. Ирония в том, что Трамп проводит намного более правую и расистскую политику, чем социал-консерватизм Путина. Китан Син у него с головой не в порядке. Этот псих Трамп – долбанный безумец, пойти на Третью мировую войну. Что, очень умно, Бритбергстрам и почему власти столько безумцев, и почти ни одного умного, мирного и любящего человека, если вообще есть хотя бы один? Питер Фарселл привлеките Трампа, президента Франции и премьер-министра Англии к суду. И Путина с осадом тоже. Россия осудила удар по Сирии. Александр Бьерс дал США. Это подстроили, как в Ираке. Если Россия не решит отсиживаться тихонько, то будет, вероятно, Третья мировая война. США снова показали себя с лучшей стороны. Прямо как в Ираке и Афганистане. Это что, шутка такая, когда придурку вроде Трампа дают власть? Парь Чарлсон веселый чувак этот Путин, он берет себе Крым, поддерживает войну на Украине. Травит до смерти обменянных шпионов, поддерживает войну осада против мирного населения. Отрицает применение химических боевых средств сирийской армии. Распространяет на редкость неуклюжую дезинформацию, от которой прежние советские лидеры в гробу переворачиваются. А теперь он хочет, чтобы ООН осудила США, Францию и Великобританию за то, что те подорвали химические лаборатории сирийского режима без единой человеческой жертвы. Вероятно, предупредив, в крупных и влиятельных странах у власти сидит удивительно много идиотов. Остается надеяться, что они исчезнут как можно скорее. Питер Форсел я, конечно, не фанат Путина, но бросается в глаза, что ООН и ЕС пляшут под дудку США. США ударили по Сирии, взрывы в Дамаске Сапеонсон и это взрослые люди. Пусть лучше миром управляют дети. Я вчера говорила с детсадовцами о том, что не надо драться, и поняла, что они, намного умнее, чем эти взрослые, которые правят миром. Акон Рамби Россия, Сирия и Иран взывают к международному праву. У меня сейчас уши отвалятся. Газовые атаки, убивающие детей, русские убийства газом полоним в Англии, нападение на Грузию, Чечню и Украину и все такое. С 1939 года один только демократический запад и противостоит варварству. Кен Пальмгрен, надеюсь, Россия ответит. И Китай тоже влезет в это дерьмо и прогонит этих идиотов, потому что это США заварили кашу на Ближнем Востоке. Ларс Бролин это все, чтобы попугать Россию. Если бы они хотели что-то сделать, чтобы избавиться от сирийского президента, давно бы уже сделали. США с союзниками ударили по Сирии. Рикард Диксон господин Трамп напомнил нам о злом химическом оружии в Первую мировую войну, но не упомянул 8 миллионов тонн напалма, сброшенного на Вьетнам, и то, как токсичен был агент Оранж, применявшийся американскими войсками в той войне. Конечно же, Трамп и его генералы ничего не собираются говорить о том, как Израиль не раз обстреливал белым фосфором густонаселенные районы и газы, сжигая невинных школьников. Все агрессивные войны начинаются с большой лжи и фейковых новостей. Они разжигают войны под выдуманными предлогами. Активистам борьбы за мир следовало бы разоблачать эту ложь. Чтобы добиться мира, нельзя оставлять место для национального шовинизма. Скажите нет любым войнам? Норвегия – ночной удар США, Франция и Великобритания по Сирике и Тиламонаке Норгард. Вот вам разжигатели войн. Пока что США разжигают больше всех в мире. Но Россия, пожалуй, стоит держаться подальше, если все это выльется в большую войну, может, даже мировую. Стейн Андреас Питерсон нет. Спасибо. Россия должна показать США, что НИ – больше не единоличный властелин мира, который может делать все, что ему заблагорассудится. Пусть США получат по соплям. Китиламонаке Норгард Если Россия теперь ударит по США, Третья мировая война станет свершившимся фактом. Это нехорошо. Но и США не могут продолжать быть мировым жандармом. Георгс Макич ЧМ без Италии, Третья мировая без Германии. Стыд и позор. Олег Гунар Яансен Торбернсен отлично. Путин, который не решается что-то сделать, получил пороже. Четыре вопроса и ответа об ударе по Сирии. Как Сирия и Россия отреагируют? Георг Яансен будьте за Путина. Он – единственный, кто осмеливается противостоять США. Азиат Ямабира никто не может сравниться с США. Они – сверхдержава. А Россия – просто большая страна. Удар. По крайней мере три версии Асанаим. Этот удар был нанесен, чтобы поддержать терроризм в Сирии, за которым стоят террористы США, Великобритании и Франции. Во имя демократии и прав человека. Они злоупотребляют демократией и правами человека. Американцы поддерживают большую часть террористических организаций по всему миру ради бизнеса. Георг Яансен российская версия – самая правдоподобная. США поиграли с миром во всем мире, а теперь безудержно хвастаются. Младиен Ерич тот же сценарий, что и в Сербии в 1999. США хотели убить Милошевича. В результате Милошевич так и не был убит. Зато погибли три тысячи мирных жителей. Бомбили детские больницы и так далее. Сопутствующий ущерб, как сказала Клинтон. Трамп от нее ничем не отличается. Дания США, Великобритания и Франция ударили по Сирии. Эндерс Челдинг Томсен Трамп – безответственный и бездарный клоун. Да не следовало бы выйти из НАТО, когда такой глупец, как он, рискует втянуть нас в бессмысленную мировую войну. К счастью, кажется, атаки были ограниченными. Но больно думать о том, как безответственно и некомпетентно ведут себя мировые лидеры. Откуда у них это одержимое стремление бомбить арабские страны? Вреда, нанесенного Ливии и Ираку, им недостаточно. Пусть катастрофа повторится и в Сирии, а война с Россией добавит перцу. Печально. Сами соба это не должно остаться без последствий. И они должны быть в форме судей и санкций против США. Незаконно атаковать независимую страну на основании нулевых доказательств.